Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Помощь государства. Кабинет министров республики определил новые меры поддержки отдельных категорий лиц. Время помогать. Чувашия продолжает оказывать поддержку детям Донбасса. Быстро, удобно, с ветерком. Добраться до Сосновки и Левобережного пляжа столицы теперь можно на речном трамвайчике. Сегодня на заседании Кабинета министров республики глава Чувашии дал поручение разобраться с ситуацией, которая произошла с полигоном захоронения отходов в Новочебоксарске. 7 июня там и на мусоросортировочном заводе отключили электричество. Пока предприятия не работали, твердые бытовые отходы вывозили на цивильский полигон по аварийной схеме. После вмешательства прокуратуры Чувашии 8 июня подачу электричества восстановили. Олег Николаев поручил разобраться, как такое в принципе могло произойти. Есть перечень организаций, которым нельзя отключить электричество, так как это может привести к нежелательным экономическим, экологическим или социальным последствиям. А новочебоксарский филиал компании «Ситиматик» относится к таким объектам. Выяснилась ситуация, что данный объект по какой-то причине не был включен в числе объектов, которые не подлежат отключению от электрической энергии. Прошу Министерства природы в кратчайшие сроки устранить этот пробел и включить данный объект в число тех, которые не должны отключаться ни в каких обстоятельствах. Но при этом выявились и ряд других моментов, которые лежат в плоскости недобросовестной конкуренции и, скажем так, применения доминирующего или монопольного положения на рынке. Поэтому прошу сделать соответствующее обращение в прокуратуру Чувашской республики на предмет исполнения федерального законодательства со стороны консессионера и дать соответствующую оценку. Также известно, что электричество на полигоне было отключено за огромные долги собственника ситематика перед энергетиками. Сейчас прокуратуре Чувашии и антимонопольной службе предстоит разобраться в законности действий каждого из участников процесса, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. На заседании правительства обсудили и меры социальной поддержки некоторых категорий граждан, в их числе семьи с детьми и дети войны. С октября 2021 года жители республики, имеющие статус «Дети войны», смогут получать новую денежную компенсацию. Возмещение 25% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и оплату жилых помещений. Выплата будет ежеквартальной, но если граждане этой категории уже получают компенсацию в соответствии с другими законодательными актами, то они должны выбрать только одну меру социальной поддержки. В республике проживает более 60 тысяч детей войны, 95% из них уже пользуются различными льготами. Для получения названной социальной выплаты дети войны могут обратиться с заявлением в отдел социальной защиты населения по месту жительства, либо в многофункциональные центры с предъявлением паспорта. Решение о назначении денежной компенсации будет приниматься отделами социальной защиты в течение 15 рабочих дней. Наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем за последние три года, будет препятствовать предоставлению данной денежной компенсации. 138 рублей в день на двухразовое питание начнут компенсировать детям, которые находятся на семейном обучении. В республике их всего 13, это дети с ограниченными возможностями здоровья. Материально за такую форму образования поддержат и их родителей. Денежная компенсация будет выплачиваться ежемесячно родителю. Также порядок предусматривает предоставление компенсации затрат уже за начальное общее, основное общее и среднее общее образование в форме семейного образования. То есть 80% от норматива будет получать родитель, 20% за аттестацию будет получать школа. Выплаты это будет проходить один раз в год. В ближайшее время могут упростить процедуру подачи заявления о распоряжении средствами республиканского материнского капитала. Соответствующий законопроект предложил Минтруд Чувашии. Семьи, которые признаны малоимущими, будут подавать только одно заявление об использовании маткапитала. Дополнительных документов не потребуется. Так плавно будет осуществляться переход к системе социального казначейства. То есть максимального упрощения бюрократических процедур. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика. Рабочие поездки позволяют членам правительства на месте определять ключевые проблемы и находить пути их решения. В Аликовском районе Республики строят новый детский сад и готовятся расширить площади средней школы, носящие имя Ивана Яковлева. Ход работ проверила министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Подробности в нашем материале. Дата ввода в эксплуатацию детского сада изначально была назначена на 30 августа. Но подрядчик не успевает. Причина сбоя в работе – некорректно сделанная проектно-сметная документация. В ней не учли ряд важных моментов, в том числе газовые сети, которые мешали строительству. Их пришлось перекладывать. Стройка в это время стояла. Новый срок сдачи очень важного социального объекта – 1 ноября. В принципе, половина здания сейчас уже заштукатурена. Кровлю сейчас, материалы должны вывести на пол здания. Уже мы кровлю оттуда начинаем. Окна начали ставить. Там бассейная часть, чаша бассейна залита. Мы его сейчас кровлю делаем. Начинаем уже полностью внутри отделку. Правительство держит ситуацию под контролем. Еще одна проблема – нехватка ученических мест в Аликовской средней школе. Она переполнена, ведь здесь обучаются более 700 человек из 40 деревень Аликовского и Вурнарского районов. Две смены и разные помещения явно не способствуют качеству обучения. Решением проблемы может стать строительство нового пристроя. Так поступили в селе Шагарданы Батревского района. Около 300 наших детишек обучаются в приспособленных помещениях здания бывшего интерната, который был построен еще в конце 70-х годов. К сожалению, он не соответствует этот корпус ни санитарным нормам, ни ряду других норм, пожарных норм. И мы видим, что это сказывается и на качестве обучения и привлекательности нашей школы. В ходе поездки обсудили организацию горячего питания в школе. Здесь хотят отказаться от услуг извне и перейти на собственное приготовление блюд. Прецедент такой есть в столичной школе номер 61. Но этому должна предшествовать большая подготовительная работа. Новый пищеблок должен отвечать всем новым требованиям. И это одна из лучших столовых. И мне кажется, если... Я совершенно хорошо на это смотрю. И мы тоже вас поддержим, если вы пойдете по этому пути. Попросим, чтобы посмотрели на месте и сразу вам помогли отстроить. Чтобы вы понимали, как формируется логистика, какие люди, какая зарплата, какие документы в школе должны быть, да, для того, чтобы вы зашли с 1 сентября, если принятие решение, на систему полностью содержания. Обсудили и другие вопросы, касающиеся организации учебного процесса в школах Аликовского района. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика. Создатель самого дорогого образовательного стартапа в стране ищет площадку для реализации нового проекта. Подготовку успешных кадров в области физики обсудили глава Республики Олег Николаев и основатель крупнейшей российской онлайн-школы Skyeng Георгий Соловьев. Георгий Соловьев родом из Чувашии. Это все объясняет. К созданию школы физики его побудила просьба бывшего учителя лицея номер 3, ныне покойного, Валерия Горбенко. Он меня очень много учил, и благодаря ему мы выиграли всю Российскую олимпиаду по физике. И вот он перед смертью меня попросил. Звонил мне, говорит, нужно, чтобы физику кто-то преподавал и сделай здесь курсы. Я решил организовать здесь курсы, там сам все оплачиваю для детей, для преподавателей на базе третьего лицея. Вот сегодня у Катерины личной мы обсудили. И вот просто, чтобы в регионе была хорошая физика. Глава региона Олег Николаев и Диа организации на базе Чебоксарского лицея курсов по физике одобрил, отметив, что проект нужно масштабировать. Республике нужны кадры, чьи знания и опыт востребованы в долгосрочной перспективе. Тем более, мы уже с этого года очень плотно готовы по ранней профориентации. Это ребят, причем независимо, где находится школа, в сельском местности, в землянской местности. Наша задача как раз с самого раннего детства выявлять, наверное, внутренние желания и потребности, и с полностью детей, а там уже их развивать по этим направлениям. Руководитель региона подчеркнул, в республике активно развиваются эти кластеры. И правительство готово к сотрудничеству с представителями бизнес-сообщества для реализации самых смелых проектов в области креативной экономики. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Чувашия – один из регионов России, который активно участвует в поддержке жителей Донбасса. Особенно тяжело приходится детям, живущим в зоне военного конфликта. К счастью, есть немало организаций, готовых протянуть им руку помощи. Благотворительный проект «Время помогать» существует на протяжении трех лет. За это время в Чебоксары удалось привезти на лечение более 20 детей из Донбасса. Проект, он появился, можно сказать, спонтанно. В те времена мы проводили концерты по нескольким регионам страны нашей. И вот артистка Юлия Славянская, певица, она побывала с благотворительным концертом именно в этом городе Горловке и рассказала мне, что там очень тяжелая ситуация с лечением детей. Медики во время войны оттуда поуезжали, лечить некому, а их там очень много. Три недели назад в Чебоксарский реабилитационный центр для детей-инвалидов приехали 13-летний Максим и Ян. Год назад Максим неудачно спрыгнул с высоты в воду. Только спустя две недели врачи из Горловки смогли поставить диагноз – перелом позвонка. Но лечение затянулось. К нашей великой радости, когда нам позвонили и предложили, что есть такая возможность приехать сюда в Чебоксары, мы еще нас сюда и привезли полностью, то есть нас оплатили и дорогу, и проживание здесь, и питание. Здесь мы наконец-то попали к квалифицированному травматологу детскому, который осмотрел все наши снимки. КТ, МРТ и дали нам заключение, что нам делать дальше. Впервые за год у ребенка перестала болеть спина. Максим почти прошел курс реабилитации. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Его новый друг Ян тоже получил необходимое лечение. Порзалы, бассейн, массаж, короче, все там. Дышит это все там, ну, как положено. Почти все эти процедуры прошли, вернее, уже фактически прошли. Помимо лечебных мероприятий, эти дети нуждаются в отдыхе и смене обстановки. Руководители фонда организовали для ребят и их родителей благотворительную экскурсионную поездку по городам России. Помогают пострадавшим и творческие люди. Художник Юрий Мирославский привез в реабилитационный центр икону Божьей Матери. События в Донбассе настолько, значит, вот эмоционально зарядили меня, что вот фактически вот это в одной из ночей я просто трудно спал, потому что насмотрелся этих новостей, эти бомбежки, гибель детей. Чрезвычайно все было страшно. И какая-то череда, вот раскадровка была у вас, значит, каких-то, значит, вот и в конце, значит, вот такой в цвете, причем, значит, Владимирская икона Божьей Матери явилась, как бы приснилась. И вот причем глаза полные слез. Я проснулся, уснуть уже не мог и дождался утра и ушел в мастерскую. Поэт Алексей Хабаров тоже приехал не с пустыми руками. В 2015 году он отправил в Донбасс необычный груз. Более 500 авторских книг в знак восхищения подвигом и стойкостью народа. А в Донбассе школьники учатся по русским учебникам. И вот эта фраза у меня застряла в голове. Учатся по русским учебникам. А я пишу поэмы для детей. Я решил послать туда свои книги, которые, думаю, полезны будут не только детям, но и взрослым. На этом помощь детям Донбасса не заканчивается. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. Чебоксарский речной порт в июне возобновил навигацию на левый берег Волги. Речные трамвайчики курсируют по маршрутам Чебоксары-Сосновка и Чебоксары-Пляж-Левобережный. Чтобы, наконец, прочувствовать лето во всей красе, надо отправиться на Волгу. Так решили ребята из пришкольного лагеря «Веселая планета». В столицу они приехали с Аликовского района. Теперь сочинение «Как я провел это лето» – классика образовательного процесса. Школьники во многом посвятят этой поездке. За все свои годы жизни я ни разу не была на море. И вот с этим выездом я будто почувствовала, что впервые оказалась на море. Я сидела на верхнем этаже, и там был очень хороший вид. Я оглядывалась и смотрела в оба стороны. То, где чайки, то, где что. Мы фотографировались, потому что здесь очень красивый вид. Ребятам тоже очень понравилось. У меня и у моих друзей наверняка останутся хорошие воспоминания об этой поездке. Всего на балансе городского речного порта два судна, пока запустили теплоход «Чувашия». Рейсы ежедневные, но в дни, когда будут подобные массовые выезды, возможны и отклонения от расписания. Горожане у нас все соскучились. Много было желающих на левобережный пляж людей отдохнуть в солнечную погоду, жарко. В городе все-таки все равно жарко, людям хочется отдохнуть. Они активно у нас катаются, ездят с основкой на пляж. Запустили в работу только теплоход «Чувашия». Сейчас будем смотреть, какой будет трафик пассажир-поток. Отходя из этого, будем принимать решение. Вводим дополнительные единицы. Помимо выполнения рейсов на левобережный пляж и на Сосновку, мы ежедневно проводим часовые прогулочные рейсы. Валентина Владушкина в Чебоксарах проездом. Гостит в столице уже второй раз. Говорит, в первый не успел обойти все достопримечательности. В планах прокатиться на теплоходе «Чувашия» и посетить корабль-музей. Мы с подругой так вот путешествуем. Я в этот раз вот просто в свободное, можно сказать, плавание хожу. Все я смотрю, как симпатичный дом. А может быть, это только в центре. Вот. Ну, вообще хорошо как-то стало. Но самое главное – душевный город. Проехаться на таком трамвайчике для взрослых стоит 85 рублей. Для детей – в половину меньше. Чтобы не поднимать цены на проезд, недополученные доходы компенсируют и столичного бюджета. В этом году в бюджете предусмотрены деньги около 6,5 миллионов рублей на компенсацию речных перевозок пассажиров. И соответствующее соглашение подписано с Чебоксарским речным портом. Для удобства пассажиров местоположение речного транспорта в режиме реального времени отображается в приложении «Умный транспорт» и на портале «БасЧеп». В случае плохой погоды рейсы на Левобережный пляж могут и отменить. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Продолжается голосование за участниц республиканского конкурса «Я – женщина». В нем участвует более 300 представительниц прекрасного пола. Победительницами станут те, чьи видеопрезентации наберут наибольшее количество голосов в ходе онлайн-голосования. Конкурс «Я – женщина» в республике проходит впервые. Его участницы успешно совмещают любимую работу с общественными интересами, не обделяя при этом семью, детей. Среди них немало предпринимательниц, представителей социальной сферы, сельских тружениц. До финиша доходит сильнейший. Поэтому, если остались ресурсы, предлагайте голосовать за себя. И я думаю, к 16 июня, когда заканчивается наше голосование, мы действительно с вами определим победителя. А если уж говорить по большому счету, то победители, все наши 352 женщины, участницы конкурса, победители, потому что победили самих себя, свое стеснение, может быть, порой где-то даже лень, победили тем, что представили себя на этот конкурс. Оставить свой голос за понравившуюся конкурсантку можно на сайте организатора конкурса «Союза женщин в Чувашии». Голосование за участниц конкурса «Я – женщина» проходит на портале «Народный контроль Чувашской республики». Нужно понимать, что с одного IP-адреса можно голосовать только один раз. С одного мобильного устройства можно голосовать только один раз. Призывы голосовать за участниц конкурса «Я – женщина» звучат везде. В социальных сетях члены семей призывают голосовать за своих матерей, жен, сестер, бабушек. Интересно то, что даже за пределами Чувашии земляки наши, проживающие в различных регионах России, начинают голосовать тоже. Голосование продолжится до 16 июня. Торжественная церемония награждения победительниц конкурса пройдет 24 июня в День республики. В селе Урмаево Комсомольского района прошел 9-й фестиваль культуры тюркского мира «Урмай-Залида». Праздник объединил творческие коллективы из 10 регионов. Национальное искусство в разных его проявлениях в нашем сюжете. Международному фестивалю тюркских народов уже 9 лет. В числе его создателей – заслуженный работник культуры Чуваши Татарстана Фарид Гебаддинов, много лет проработавший руководителем национальной автономии татар Чуваши. Этот человек с большим благоговением относился к родной культуре и повсеместно продвигал песенное и танцевальное творчество. Он ушел из жизни год назад. И этот фестиваль – в память о нем. Мы, надеюсь, будем его дело продолжать и не остановим этот фестиваль. Он будет ежегодно проходить в Урмаево. Может быть, мы галы-концерты будем переносить, если пандемия кончится, в Чебоксаро, в Казани, может, и в Москву. Фестиваль проходил в два этапа. Предварительно конкурсанты представили свои работы заочно. Самые талантливые приняли участие в гала-концерте. Я думаю, что такие фестивали мы должны проводить, потому что в Чувашии проживает более 128 национальностей. Данные фестивали помогают нам укреплять дружбу между народами, также сохранить традиции, культуру данных народов, которые проживают в Чувашской республике. В этом году Гран-при фестивалю достойна солистка ансамбля татарской песни «Ялкын» Ева Аркадьева из Чебоксар, народный ансамбль песни и танца «Мишар» из Комсомольского района, фольклорная группа «Гульжамау» из Дрожановского района и хореографический ансамбль «Авилдэн» из Кайбетского района из Республики Татарстан. Ульяна Питакова, Олег Цыпленков, Республика. От классики до рока. Концертная программа с таким названием прошла в рамках международного фестиваля «Созвездие земляков». Второй год он собирает на одной сцене мастеров исполнительского искусства, выходцев из Чувашии. Изысканность и эпатаж, мягкость и стойкость шедевры известных классических поп и рок-композиций звучали в интерпретации симфонического оркестра. Открыла фестиваль «Увертюра» из оперы «Руслан и Людмила Михаила Глинки». На сцене вместе с оркестром гости из Республики Беларусь. В этом году мы расширяем рамки фестиваля, а именно расширяем не за счет даже регионов, а за счет стран. Мы сочетаем различных музыкантов различного класса, различного уровня, стиля, жанра. И вот этим самым мы, я считаю, что мы разукрасили еще больше в этом году фестиваль. Дирижирует оркестром заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабарикин. Кстати, его корни здесь, в Чувашии. Бабушка Виктора жила в нашей республике. Я с большим удовольствием приезжаю. Прекрасные люди, прекрасный город, прекрасная публика. Будем приезжать еще. Поэтому сегодня такой десант из Беларуси, из-за звезды земляков. И мы играем сегодня рок. Виктор Бабарикин далеко не единственный гость фестиваля. Ценители музыки столицы Чувашии наслаждались выступлением знаменитого скрипача Олега Пауля. И музыканты-виртуозы панфлейты Игоря Левчука. Завершится фестиваль грандиозным концертом. На сцене театра оперы и балета соберутся блестящие музыканты из Екатеринбурга, Казани, Москвы и Риги. Ведь шоу, как известно, должно продолжаться. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Это были главные новости среды 9 июня. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин